И вот, наконец-то, мы включили запись кружка «Внимательная цивилизация» на тему «Чистые экономические убытки. Pure economic loss. 11 октября 2021 года». Так вот, я тогда, если можно, продолжу. У меня есть сомнения, связанные с тем, правильно ли мы вообще назвали сегодняшнее наше занятие, сегодняшнюю встречу, потому что в тех, когда мы раньше обсуждали дела, предметом которых были «Чистые экономические убытки», структура отношений была другой. И мне будет сложить, почему те, кто будут сейчас и в общем виде освещать «Чистые экономические убытки» и потом комментировать, вот этот вопрос рассмотреть, собственно, имеем ли мы дело с «Чистые экономические убытки» или это просто какой-то стандартный случай взыскания убытков по другому, так сказать, не этой категории. Это первое. И вторая вещь, которую мне бы хотелось вам задать вопрос. Единственное, что скажите, пожалуйста, если слышно меня или не очень, я, прошу прощения, не уверена в этом. Периодически подзастревайте, Анна Григорьевна, но в целом нормально. Так, тогда давайте я просто прерываюсь. Давайте я тогда не буду держать кафедру и, так сказать, давайте дадим возможность докладчикам выступить и надеюсь, что Семен их представит. Семен, а у меня еще вот тоже предложение. Несмотря на очевидное присутствие каких-то политических моментов в кейсе, независимо от того, какой бы позиции наши спикеры не придерживались, я предлагаю акцентировать наше внимание на правовых вопросах и дальше уже делать выводы. То есть вот наш кружок позволит нам, мне кажется, независимо от наших взглядов, свободно думать своей головой и делать правовые выводы. Мне кажется, это лучшее, что может сделать кружок. И вот я еще не уверена, все ли знают, что такое чисто экономические убытки и, может быть, один из первых спикеров может хотя бы два слова на эту тему сказать. Я правильно понимаю происходящее? Водный доклад Юлия Константиновна Миткина будет выступать студенткой четвертого курса МГИМО МИД. И она вкратце охарактеризует вообще проблему, которая возникает с взысканием чисто экономических убытков, а также, возможно, расскажет о критериях охраняемости экономического интереса. И после уже ее такого вводного доклада будет доклад Дмитрия Богдана, это аспирант МГУ, кафедры теории права и политологии. И он, соответственно, расскажет о противоправности, может быть, в общетеоретическом, как общетеоретическом условии ответственности, так и о противоправности в контексте гражданской правовой ответственности. И вот после этого мы планируем уже непосредственно обсуждать те дела, которые были заявлены. Хотя Юлия, как я понял, она также охарактеризует основные фактические обстоятельства тех дел, которые мы будем обсуждать, чтобы мы два раза одно и то же не проговаривали. Коллеги, у меня еще два маленьких организационных, маленьких, но замечательных организационных момента. Семен, я знаю, что произошло знаменательное событие, независимо от того, как Юля к нему относится. Я очень прошу сделать это объявление. Я очень прошу сделать это объявление. Сделайте его. Можно я на правах, да, воздержусь, попрошу воздержаться. На правах? На правах. Давайте обозначим. Давайте, да. Я прошу. Ну, было и было. Мы о другом сейчас. Было и было. Это что такое-то? Было и было. Ой, ну как же так, не похвастаться, Юля. Ну как же так, ну как же так. Вы уже нас заинтриговали, мне кажется. Да, все, все, все пропало. Семен, говорите. Ну тогда пусть точно руководит. Я вот выиграла очередную конференцию в МГУ, да, вот «Эволюция права». Рассказывала про соотношение 1065 и 304, очень актуальная тема, вот, по которой не так много литературы, вот, делает открытие в этой сфере. Здорово. Поздравляем. По-моему, поздравляем, очень радуемся. И несовершенно не нужно скромничать, нужно готовиться к новым открытиям, достижениям и научным трудам. Все. Я считаю, что это прекрасно. Анна Григорьевна, я понял. Секундочку. Извините, пожалуйста. Извините. Вот. В общем, Юля, поздравляю еще раз и очень рада. Очень рада. Это прекрасно. Вот. И еще у меня один вопрос, который, наверное, немножечко упорядочит нашу сегодняшнюю встречу. У нас неизбежно появятся в ходе выступления вопросы. Как думаете? Пишем в чат, задаем по итогам, как лучше действовать. То есть как нам лучше, с одной стороны, не потерять вопросы, которые возникают в процессе, а с другой стороны, а с другой стороны, не помешать выступающим завершить мысль. Что думаете? Мне кажется, лучше по видеоочно, словесно спрашивать, продуктивно. То есть, например, обозначаем наличие вопроса, поднятием руки, да, чтобы сам докладчик видел, что вопросы возникают, да, и потом уже голосом задаем вопрос, и таким образом у нас уже сразу возникает что-то вроде диалога, правильно? Все, отлично. Супер, все, я умолкаю слово докладчику. Я могу начинать? Да. Будет конкурсация, если то, подключаю возможность. А, да, мне не нужно, в принципе. Еще раз всем добрый вечер. Как меня уже представили, я являюсь бакалавром практически МЧГП МГИМО, и можно я сразу уточню, нормально ли меня слышно, без прерываний, без всего? Все прекрасно. Слава Богу. У меня сегодня такая вступительная вводная роль, и вообще целью моего выступления будет, наверное, дать слушателям какой-то общий обзор того, как у нас работает деликтное право, и какая, в принципе, складывается ситуация с взысканием чисто экономических потерь именно по российскому праву. Ну, собственно, как, да, уже попросили, наверное, стоит начать с того, что же вообще такое чисто экономические убытки, и почему, собственно, они размещаются в зарубежных правопорядках и теперь у нас. Это по общему правилу некие финансовые потери, сугубо финансовые, которые никак не связаны с причинением вреда личности, фактического вреда, либо же имуществу истца. В чем могут выражаться эти чисто экономические потери, либо же это какие-то коммерческие ожидания, например, вот есть кейс, когда loss of chance – потеря шанса. Например, лицо ехало там на собеседование, произошла какая-то авария, и вот она лишилась этой возможности получить там какую-то должность, либо заключить какую-то очень важную сделку и так далее. Либо есть второй вариант проявления этих потерь – это уменьшение стоимости имущества, то есть уменьшение финансового состояния самого истца. Но несмотря на то, что само имущество, оно физически сохранно, ему вред не был причинен. Как раз-таки к вопросу Анны Григорьевны о том, особый ли это вред или же особый ли это вид ущерба, либо это что-то общее. Здесь тоже есть разные позиции, и единого мнения, естественно, нет. В частности, Артем Георгиевич Карапетов считает, что это особый вид ущерба, и было бы сложно защищать его на общих основаниях. Но есть и противоположная позиция, критика. Когда считают, что у нас достаточно развитая и эффективная деликтная защита, и было бы странно, нелогично, неразумно разрабатывать что-то новое, поэтому целесообразнее было бы просто найти критерии, когда мы можем эти чисто экономические убытки подстроить под общее основание возмещения вреда. И здесь у нас опять же встает вопрос, наверное, на мой взгляд, главный вопрос в рамках темы чисто экономических потерь – это неопределенность границ деликтной ответственности. В чем она выражается? Первое – это где вообще есть деликтная ответственность, то есть где мы должны возмещать потери, а где не должны, то есть где мы можем сказать лицу, что это риск, ты сам его несешь, поэтому он не подлежит никакому возмещению. Либо второй вариант проявления вот этого всего – это где и как у нас проходит граница с договорной ответственностью, потому что действительно много таких дел, в том числе в российской практике, когда ставят вопрос в том числе и о конкуренции исков, когда можно предъявить и договорное требование, но в то же время необходимо предъявлять и деликтное. Я впоследствии об этом более подробно скажу. И в принципе, теперь непосредственно, наверное, к России перейдем. Единого ответа, правильного, разумного на вопрос о том, как возмещать эти чисто экономические потери, наверное, все-таки быть не может. Почему? Потому что, во-первых, нужно смотреть на нашу конструкцию деликтного права, и в частности на 1064. Как, наверное, многим известно, многое в нашем гражданском кодексе позаимствовано у зарубежных правопорядков, причем у разных, и все это работает вместе, применительно к каким-то экономическим, к политико-правовым нашим реалиям. Собственно, некоторые считают, что 1064, наша статья, это генеральный деликт, как у французов, но при этом, если мы прочитаем эту статью, мы увидим, что там говорится о вреде, причиненном личности или имуществу. То есть, мы получаем французский генеральный деликт с такой немецкой фишечкой, когда у нас сюда включаются абсолютные права. Вот что, в принципе, затрудняет по российскому праву взыскание чисто экономических убытков. Вот. И второй момент. Если мы пытаемся что-то заимствовать у зарубежных правопорядков, искать ответ на вопросы о возмещении чисто экономических потерь там, заимствовать какие-то конструкции оттуда, мы не можем заимствовать оттуда все полностью. То есть, мы пытаемся взять какие-то отдельные институты, а это неправильно. И плюс у нас, например, не так развито страхование ответственности. Плюс надо учитывать то, что экономический фактор, потому что экономика тоже достаточно стабильна. Гражданский кодекс написан не так давно, поэтому это тоже нам, наверное, не позволит однозначно ответить на вопрос о том, как мы будем взыскивать. Вот. Но здесь, опять же, не обойтись без обращения к зарубежному опыту. И в литературе очень часто выделяют три подхода, как это решается в зарубежных правопорядках, как они вообще относятся к возмещению чисто экономических потерь. Первый – это, собственно, французский подход. Его называют наиболее либеральным в том плане, что наибольшее возможно взыскание чисто экономических потерь – это генеральный дилит. Нам французское право говорит о том, что любой причиненный вред должен быть возмещен. И казалось бы, что это нам открывает такие необъятные границы, можно возмещать все, но это не так. Во Франции есть отличная работающая система судов, которая толкует и вырабатывает критерии, ограничители, чтобы не было проблемы, как в литературе называют, прорыва дамбы. Когда будет множество требований, суды не будут справляться и будет удовлетворяться слишком широкий круг требований, слишком отдаленные какие-то интересы. Во Франции этого, в принципе, не возникает, потому что если посмотреть на количество положительно разрешенных дел, их достаточно мало, потому что не везде, например, суды видят вину, они везде видят основания возмещения экономических потерь. Есть второй подход, он английский, не рискну сказать подход общего права, потому что в Америке это несколько по-другому работает. Он называется кейс-бай-кейс, где суды в рамках каждого конкретного дела смотрят стандарты предвидимости, стандарты должной осмотрительности и так далее, и уже решают, присуждать ли выплаты чисто экономических потерь в данном случае или нет. И самым строгим и консервативным считается немецкий подход, где у нас таки встает вопрос о противоправности, потому что формально, если мы посмотрим ГГУ, то подлежит возмещению только вред, который был причинен имуществу, ну или вот абсолютным правам, они там даже перечисляются. При этом из-за такой строгости и узости, я бы сказала, вот этого деликтного диапазона ответственности немцам приходится вырабатывать конструкции, которые бы соответствовали уровню развития экономических отношений, которые позволяли бы взыскивать какие-то иные потери. Например, им пришлось придумать договор с сохранительным эффектом, им пришлось очень многие потери перенести в договорную сферу, вследствие того, что поделикт они просто не могут практически ничего взыскать. Вот. Так, у меня нормально все работает, да? Потому что такое ощущение, что связь прерывается. Мария Александровна. Я все слышу. У меня все работает очень хорошо. Я не знаю, как у других коллег. Все в порядке. Потому что я тоже в нормальных условиях. Ну ладно, хорошо. И теперь тогда, когда мы выявили основные модели, да, как у нас могут размещаться чисто экономические потери, наверное, есть смысл, мне кажется, это наиболее важно, внести все-таки тоже еще один сравнительно правовой аспект и рассказать о категориях дел, которые типично возникают в рамках данной проблемы в зарубежных правопорядках и которые недавно стали появляться у нас и сравнить похоже, не похоже и так далее. Собственно, для зарубежной практики есть отдельная категория дел, связанная с преддоговорным процессом. А вот теперь зависла и даже вылетела. Дела об интервью есть категория дел о понесенных и перебор. Юль, на какой-то момент пропадали, вы начали говорить, что есть категория дел. Вот на этом месте, по крайней мере, у меня окончательно пропала связь. У меня тоже, да. Так, вы тогда мне, пожалуйста, сразу говорите, а если что-то пропадает, потому что я не могу это контролировать. Мы пытались, но поскольку нет связи, это сложно реализовать. Я на всякий случай тоже выключила свою камеру, чтобы, может быть, но мне кажется, что у меня тоже как-то не очень... Так, ну сейчас все хорошо. Да, сейчас все хорошо. Давайте продолжать. Так, тогда еще раз обратим внимание на сравнительный правовой аспект о том, какие дела типично встречаются в судебной практике в зарубежной и какие у нас. И, собственно, что мы можем быть здесь похожего, что разные и так далее. В зарубежной практике есть отдельная категория дел, связанная с предговорной ответственностью. И здесь тоже выделяют два аспекта. Это либо отдельная глубокая тема дела об интервенции, вмешательства уже в процесс заключения переговоров конкретных будущих контрагентов. Либо же есть второй аспект, это напрасно понесенные преддоговорные расходы, когда, казалось бы, уже вот последняя стадия, договор почти заключен, но при этом будущий контрагент отказывается и, соответственно, опять же, у лица нарушаются его какие-то экономические, коммерческие ожидания. И здесь тоже есть отдельная дискуссия, наверное, которую нет смысла поднимать в рамках нашего заседания, потому что это вопросы преддоговорной ответственности, это вопросы о том, какой позитивный, негативный интерес мы будем возмещать. Тоже есть много разных подходов и, наверное, оставим это за рамками. Следующая категория дел это закрытие объектов инфраструктуры, когда, например, вследствие аварии либо вследствие каких-то работ перекрывается общественная дорога, при этом возникают пробки и, опять же, лица опасны, лишаются возможности закрытия. Еще одна категория дел это кабельные дела. Кабель, несущий электроэнергию, но при этом электроэнергию не получает третье лицо и несет тоже чисто финансовые потери. Здесь этот вопрос очень интересный в зарубежной практике решается, исходя из того, признается ли в правопорядке право собственности на собственную электроэнергию, может ли она быть объектом права собственности, и от этого тоже зависит, в какую сторону будет принято решение. Также очень большая категория дел это те споры, где у нас есть какое-то профессиональное лицо, профессиональный субъект, например, это нотариус, те же сертификаторы, в Западной Европе очень развитые рейтинговые агентства, которые как-то оценивают, например, ценные бумаги и так далее. В общем, какие-либо профессионалы, которые предоставляют юридически значимые или просто профессиональную информацию, некие советы, и впоследствии третьи лица, положившись на их советы, несут ущерб. У нас ситуация несколько другая, в частности, первое, наверное, громкое дело, которое смотрел Верховный суд в рамках чисто экономических убытков, это дело об Морше в 2017 году. Я бы его, наверное, не перечислила ни к одной из названных моих категорий, потому что оно достаточно особенное, и аргументация суда тоже было очень любопытно. В частности, вот дело с этой цепочкой, ситуация с этой цепочкой исков, где было много покупателей, когда цепочку потом признавали недействительной, что достаточно странно, и наши цивилисты, в частности, предлагали решать это через переквалификацию требований, то есть не рассматривать это в рамках 1064, а вообще переквалифицировать это дело в цессию, и уже тогда решать через цессионный подход, через уступку требований. Далее у нас были трамвайные дела, причем, как отмечают наши ученые, они, как ни странно, удовлетворялись, иски по трамвайным делам удовлетворялись, что критикуются, потому что достаточно смело. Аргумент здесь такой, что вот эти все дороги, трамвайные пути, это пути общественного пользования, и когда мы выезжаем на эти дороги, мы несем определенный риск того, что могут возникнуть пробки, могут возникать аварии, и в данном случае лицо должно понести риск, чтобы не было опять же волны требований о массовом взыскании экономических потерь. Также у нас были дела с нотариусами, и дело Магадан тест, где сертификатор дал неправильное заключение, это все дела относятся вот к спорам с профессиональным фактором. И в конце, наверное, перед тем, как я сделала выводы, я все-таки затрону группу дел против Навального, опять же вне какой-то политической коннотации. Здесь, наверное, стоит выделить дело именно ресторан Армении против Навального. Суть там в чем? Ресторан находится на Тверской улице, и в один из дней, в субботу, там проводился Навальным и его сторонникам несанкционированный митинг, несанкционированная акция, и собственник ресторана Армения посчитал, что в целях безопасности своего имущества следует закрыть ресторан, и в итоге с 10 утра, по-моему, до 10 вечера он не получил свою ожидаемую прибыль. Она заключалась в чем? То есть он просил взыскать и средний доход, который он получает по субботам, предоставив соответствующие документы. Плюс также собственник заявлял, что на этот день был намечен банкет на крупную сумму, которая у него также сорвалась, соответственно, он недополучил более 400, по-моему, тысяч рублей. И здесь, я думаю, мы чуть позже подробнее обсудим этот спор. Скажу, что суд частично удовлетворил требования, по-моему, возможно, это потому, что я все-таки больше занимаюсь вечным правом, правом собственности. Мне здесь видится решение, которое предлагалось в рамках круглых столов, которые ведет Артем Георгиевич Крапетов, использовать здесь все-таки защиту через право собственности, как они говорят, компенсационно неготорный механизм. То есть, мне кажется, проще здесь доказать именно не экономические потери, а доказать невозможность пользоваться своей собственностью, вследствие того, что есть опасность, собственности будет причинен вред. Мне все-таки видится здесь это решение проблемы, может быть, меня не поддерживают, посмотрим. И в качестве выводов вернемся собственно к началу проблемы и к цели моего выступления рассказать о тенденциях. Тенденции такие, если мы ставим вопрос возмещать или нет, он, наверное, так остро уже не стоит, потому что говорят да, возмещать. И остается множество вопросов о том, как отвечать, в рамках каких конструкций, какие должны быть стандарты и так далее. И здесь, опять же, тут, как говорится, объять необъятное, но в целом да, если мы говорим о том, что мы возмещаем чисто экономические убытки, нам нужно понять, как мы будем решать этот вопрос. Либо мы вырабатываем какие-то общие критерии, общие стандарты, что тоже, наверное, вряд ли возможно, потому что, как я обозначила ранее, дела достаточно разношерстные, как и требования по ним, поэтому здесь будет сложно выработать единые стандарты ответственности. Соответственно, предлагаю тогда использовать подход кейс-байкейс, когда мы смотрим именно на специфику сторон в деле, на возмездность, на профессиональность, контрагента и так далее, и учитывая факторы каждого конкретного дела, выносим решения. Но чем этот подход плох, опять же, об этом часто говорят, что если мы, например, возьмем тех же оценщиков, тех же сертификаторов, если мы выносим такие резонансные решения, мы, по сути, можем подрывать доверие и порушить вообще всю систему. То есть у нас просто не будет никаких сертификаторов, и это уже больше такой экономико-политический, наверное, фактор, почему надо такие дела рассматривать с большой осторожностью. Ну и как я вижу эту проблему, если мы не используем подход кейс-байкейс, что можно сделать? Во-первых, через расширение понятия имущества, потому что в целом оно в разных статьях АГК понимается по-разному, если мы посмотрим 10.64, где написано вред причиненной личности или имуществу, мы можем, например, толковать так, чтобы включать в понятие имущества право на сохранение его стоимости, а не просто на физическую сохранность имущества, либо включать туда некий экономический интерес от использования своего имущества, плюс добавлять туда право требования к третьему лицу. Здесь можно подойти по-разному. И еще один вариант, он как раз таки, на мой взгляд, позволяет избегать вот этой проблемы излишнего вмешательства и отступления от принципа относительности обязательственных отношений. Это концепция вечных обязательств, когда мы к определенной вещи, к определенному имуществу уже заранее прикрепляем, заранее в стоимость закладываем требования и возможность того, что может быть предъявлено требование к третьему лицу. Это, если сравнить это в Германии с договором сохранительного эффекта, в каждой степени именно вмешательства в принцип относительности здесь гораздо меньше. И такие, наверное, тоже тенденции, больше пожелания на будущее. Если посмотреть на статью 1064, у нас есть четыре критерия, основания, по которым возникает деликтная ответственность. Это вина, противоправность, вред и причинно-следственную связь. Если посмотреть с точки зрения экономических убытков, чистых экономических потерь, здесь проблемы возникают с каждым из оснований. Потому что, во-первых, если мы посмотрим на критерии вины, нужно по аналогии с зарубежными правопорядками разрабатывать тест на степень вины. Возможно это применять каждому конкретному делу. То есть смотреть, где у нас будет грубая неосторожность, где будет просто неосторожность и в принципе работать в том направлении, чтобы эти критерии применялись не только в доктрине, но и судами. Второй момент это причинно-следственная связь. Там возникает, да, ее достаточно сложно доказать, и возникает вопрос вообще о близости, да, о близости причиненного вреда, либо же его отдаленности, когда суды не позволяют возмещать такой вред. И здесь тоже нужно делать тест, либо какие-то вырабатывать критерии предвидимости и близости вот этого вреда. Если мы посмотрим на третий критерий, который, собственно, является вредом, здесь тоже нужно, наверное, его несколько шире толковать, чем формально написано у нас в статье. И здесь можно покрутить через понятие имущества, как я уже сказала, учитывать не просто физическое состояние, физическую сохранность имущества, ну, например, какие-то экономические имущественные ожидания связаны с вещью. И про противоправность, я думаю, нам следующий докладчик расскажет. Поэтому в целом у меня, наверное, все. Большое. А можно я сразу с вопросом вдогонку? Я вот, знаете, хочу все-таки предложить остановиться не только вам, но и всем остальным на таком вопросе, который все-таки нам, мне кажется, нужно проговорить, как нам отделить чисто экономические убытки от всего прочего. Вы привели примеры дел, действительно, это то, что чаще всего анализируется. И, как я поняла, ваша позиция заключается в том, что их сложно соединить, как бы, сложно найти какой-то критерий, который их объединяет. Вот я хочу предложить такой критерий, может быть, вы с ним не согласитесь, хочу как раз и узнать, что вы об этом думаете. Есть ли здесь критерии многосторонности сложившихся, извините, даже, может быть, я так консервативно скажу, правоотношения, правоотношения, которые складываются между, по поводу причинения вреда. В классическом деликте у нас есть причинитель и есть потерпевший. Он, его интерес, причинитель, причиняет вред интересам потерпевшего. А здесь в чисто экономических убытках отношения сложнее. Сами непосредственно есть какой-то первый уровень отношений, которые развиваются между сторонами, условно говоря, А и Б, ну, условно говоря, заказчикам сертификации и юридическим лицом, который выдает сертификат. А дальше у нас есть какие-то третьи лица, которые в связи с этими отношениями, допустим, испытывают, претерпевают имущественный вред. И вот они-то уже становятся субъектом отношений, связанных с чисто экономическими убытками. То есть вот этот многосторонний, как минимум трехсторонний, а то и больше характер отношений, может ли считаться тем элементом? Или это слишком просто, или, наоборот, вы не согласны, может быть, не все случаи чистых экономических убытков подпадают под такой критерий. Или, может быть, надо что-то другое применить. Вот хотела такую тему предложить. Можно я уточню ваш вопрос, потому что вы имеете в виду либо отделение споров об взыскании чисто экономических убытков об общих спорах об убытках, либо же просто вот выработать какой-то критерий, который позволил бы нам разделить споры об взыскании чисто экономических убытков на какие-то категории еще больше внутри. Нет, я имею в виду как раз отделение чисто экономических убытков от не чисто экономических убытков. Если мы считаем, что чисто экономические убытки это такой спор, который все-таки рассматривается по модели делитного права, но при этом чем-то отличается от классического делита, то вот нам нужно задать вопрос чем он отличается. И мне кажется, что здесь один из критериев, я по крайней мере, я конечно не знаю, может быть вы сейчас предложите, может сейчас нам Анна Анатольевна предложит какой-нибудь критерий, за который мы зацепимся, но то, что я хотела бы обсудить, это возможность зацепиться за вот этот многосторонний именно многосубъектный, если хотите характер отношений, который для классического деликта не обязательно, потому что там в принципе достаточно двух сторон причинителей потерпевшего. И они друг с другом до этого, помните еще в учебниках иногда пишут, и тоже, по-моему, очень спорно, но для нашей дискуссии, может быть, эта мысль подойдет, что деликт отличается от всего прочего тем, что две стороны до того друг с другом никаких отношений не состояли. Они как будто бы, значит, впервые встретились, это, конечно, не так, еще раз запутывают, но сама идея того, что две стороны, да, и вот между ними больше ничего нет. Как вам такая? А, соответственно, в чисто экономических убытках у нас какая-то такая, получается, еще там, да, первичное отношение, а потом уже третьи лица, которые в связи с ними что-то такое претерпевают. Ну, вот эта тезис, да, о том, что у нас там убытки по деликтному праву носят такой внезапный характер, да, действительно, когда стороны не встречались, договорные, да, у них уже есть какие-то правоотношения, я поняла. В принципе, да, но я не уверена, что критерий многосторонности поможет здесь, потому что все равно нам не хватает конструкций, да, которые могли бы да, нам конкретно сказать, возмещать или нет. И в целом у меня здесь подход, наверное, более консервативный, потому что я против, да, исключения из принципа относительности, да, и чрезмерного отхода от него. Понятно, что чисто экономические убытки нужно как-то возмещать, но я бы пошла вот все-таки через раскрытие понятия имущества, потому что так, например, да, и когда есть дела, когда идут споры о том, следует ли давать потерпевшим, ну, условно потерпевшим, да, лицу, которому был причинен вред, возможность предъявлять иск непосредственно к причинителю вреда, минуя, там, контрагентов, мне кажется, что все-таки это излишне, да, я считаю, что что возможно решить, нужно решить в рамках договорной ответственности. То, что, например, лицо, которому был причинен вред, не сможет сыскать, либо же, да, по каким-то иным причинам, следствия, там, банкротства, контрагента, это уже решаем через просто раскрытие, расширение понятия имущества. Я просто не могу понять, как выдает критерий многосторонности, может нам здесь помочь. Спасибо большое. И я вижу, у нас есть как минимум трое желающих в хронологическом порядке. Анна Анатольевна, Дмитрий, Андрей, если я правильно увидела. Вот, давайте, наверное, в таком порядке дадим слово, Анна Анатольевна, что скажете? Один момент такой, я как раз хотел просто сказать вот такой организационный. Может быть, после как раз вот каждого из выступающих давать слово Анне Анатольевне вот как приглашенному эксперту? Я думаю, да, это правильно. Я думала, что наоборот, я бы высказалась после всех, потому что я как приглашенный гость должна, конечно, выступить хозяевом. Тем более, мне кажется, что у Дмитрия Богдана по противоправности сейчас есть что сказать, сказать, потому что, мне кажется, критерий как раз не в многосторонности, а в противоправности. Но я потом тогда выскажусь после всех, если хватит времени на это. То есть вы, сейчас, секундочку, вы уступаете сейчас реплику, правильно я понимаю? Да, да, я сейчас уступлю. Хорошо. Так, тогда следующий на очереди, Дмитрий, пожалуйста. Да, спасибо большое. Добрый день, коллеги. Хотелось бы задать такой вопрос. Вот, Юля, вы говорите о том, что для, если я правильно уловил тезис, для раскрытия понятия чисто экономических убытков нам необходимо давать какое-то более расширительное толкование понятию имущества. А вот скажите, если я, повторюсь, правильно понял вопрос, не вопрос, а тезис. Если, например, мы возьмем такую категорию дел, ну, скажем, как ответственность юристов за неправильные данные совета, ответственность аудиторов, кого угодно здесь. То вот как мы здесь будем выходить через понятие имущества? Ну, да, благодарю за вопрос. Действительно, это сложно. И повторюсь, что, наверное, единого критерия под взыскание чисто экономических потерь в каждом, да, во всех случаях, было бы сложно выработать такой критерий. Поэтому, где у нас есть споры вот с двойной продажей, где фигурирует имущество, наверное, можно было бы покрутить через имущество. А вот в спорах с профессиональным элементом здесь сложный вопрос, но как вариант через страхование их ответственности решать. Если нет, то, наверное, все-таки я бы решала это через договорное правоотношение. Если позволите реплику небольшую, коллеги. Конечно. Мы доклад позволим, чтобы... Сейчас, ну давайте сначала обменяемся впечатлениями, да, а потом уже по противоправности. Чуть-чуть сейчас, да, обсудим. Нет, просто вот возвращаясь к ответу, мне кажется, может быть, здесь не имущество тогда уже выгоднее раскрывать, а вот именно, что называется, наше любимое абсолютное право, может быть, через него тогда более удачный мы нашли бы подход. Если позволите, я отвечу. Мне кажется, мы тогда будем смотреть немножко в сторону Германии, и мы, я думаю, что невозможно подогнать под каждый спор какое-то абсолютное право. И мы начнем придумывать вот какие-то искусственные совершенно конструкции, типа там право на бизнес, право на нормальное ведение бизнеса, что-то такое, когда, ну, очевидно, что здесь проблема в недостаточности критерия, но при этом, чтобы подогнать, мы искусственно создаем новую догматическую конструкцию. Мне все-таки кажется, что это не совсем логично, и это вот немножко неестественно. Вот так. Так, а у нас, соответственно, я хотела спросить, Дмитрий, а у вас-то есть какое-нибудь, может быть, альтернативное понимание, как разграничить чисто экономические бытки. Есть, но я как раз его хотел осветить в рамках доклада. Есть, безусловно. Да, значит, хорошо. Но вы тогда резервируете на доклад. Так, тогда у нас Андрей еще хотел, да, сейчас какую-то реплику, а потом мы тогда можем, наверное, переходить к докладу Дмитрия, или, может быть, еще есть у кого-то реплики? Если позволите, потом я выступил бы с репликой и вопросом. Сейчас? Или после доклада Дмитрия? После, наверное, вопроса Андрей Доев и Анна Анатольевна, они первыми были в любом случае. А, Артем, хорошо, да-да-да. Так, тогда, давай, Андрей, сейчас секундочку. Вы меня простите, пожалуйста. Мне приходится сегодняшнюю нашу встречу с телефона проводить, поэтому очень неудобно. Добрый день. Анна Григорьевна, я хотела на вашу реплику ваш вопрос добавить, возможно, даже ответить. Вы, когда предлагаете критерии многосторонности для отвлечения чистых экономических убытков от обычных убытков, мне сразу в голову пришли два примера, когда у нас чистые экономические убытки возникают непосредственно у лица, которое их понесло. То есть два человека их будет. Например, ваш друг дал совет насчет того, купите акции. Вы поверили ему, купили эти акции, а на следующий день цена их упала 10 раз. У нас только два человека в этом отношении, но это, тем не менее, чисто экономические убытки. Вот и вся моя реплика. Спасибо. А давайте схему нарисуем. Действительно ли тут два человека? Мне кажется, не два. А кто здесь третий тогда будет? Ну, кто акции-то покупал? Он покупал не у друга же их. Ну, может. Здесь еще вопрос о причинах, да, почему обвалилась цена, это первое. И тогда... Приобретение акции было где-то, то есть вот она цепочка, то есть друг, друг покупатель акций и покупатель акций продавец акций. То есть где бы он это ни делал, это была отдельная цепочка. Все равно три человека, как минимум. И еще у меня вопрос. Даже если считать, что здесь два лица, то скажите, пожалуйста, Андрей, тогда вот к вам вопрос. Вы считаете, что любое деликтное отношение – это чисто экономические убытки? Ну, ведь мы же всегда говорим... Нет, нет. А как тогда вы понимаете? Конечно нет. Любое деликтное отношение – это чисто экономические... Нет, но это у нас есть обычные деликты для большинства отношений. Да, а чистый... Где грань? Ну, нам расскажут о противоправности. Мне очень понравился этот именно критерий. А все остальное, оно... Ну, вот если не рассматривать отношения, когда у нас вредный совет дали, скажем так, как двухсторонний, то, наверное, ну, остается только противоправность на самом деле, насколько я это вижу. Вот. Почему? Корпори, корпори, вот вред, который не физически причинен из римского права, вот там тоже возникают чисто экономические убытки. Как? Ну, ладно, это... А можно я вот выскажусь? Мне кажется, что вот эта проблема множественности, да, участников и такого опосредованного причинения вреда, она действительно характерна для чисто экономических убытков, но не всех. Потому что, как уже отметили, бывает и по-другому, или даже банальный пример, там, конкуренция, да, недобросовестная, когда одно лицо открывает, там, рядом с другим лицом какой-то магазин такой же, и часть покупателей уходит, соответственно, ко второму. То есть, если это добросовестная конкуренция, то, ну, нет вопросов. Если это недобросовестная конкуренция, уже возникнет вопрос о том, можно ли возмещать такого рода убытки. И там, ну, тут в целом только вот между двумя этими лицами это отношение возникает. Или с теми же советами. Но мне кажется, что критерий-то не такой. Вот абсолютно правильный вопрос вы задаете, Анна Григорьевна, о том, как разграничить чисто экономические убытки и другие убытки. Потому что их практически всегда, ну, очень часто, ну, едва ли можно разграничить. И классически, как говорят, если есть там посягательство на абсолютное право, то вот это обычный деликт. А если есть посягательство на не абсолютное право, а на другое, то это какой-то необычный деликт. Но мне вот, например, всегда, я помню, когда мне рассказывали про это в институте, я никогда не понимала, в чем проблема. То есть, почему, какая вообще разница, да, посягательство на абсолютное право или не абсолютное. Если есть убытки какие-то, вот это и убытки. То есть, особенно всегда еще возникает проблема с разграничением, там, реального ущерба, упущенной выгоды. И кажется, что все, что упущенная выгода, это все чисто экономические убытки. А потом тебе объясняют, что это не так. И, ну, действительно сложно их разграничить. Мне кажется, проблема в чем? Что когда причиняется банальный вред какому-то имуществу, там, разбили машину или, там, использовали чей-то товарный знак незаконно, или что-то еще такое, ну, что банально всем известно, что это нельзя делать, не надо так делать. То есть, из-за этого следует уже такая противоправность, да, что, ну, ты поступаешь уже не так, как следует, потому что ты вторгаешься в чужую вот сферу. А когда вторгаешься в чужую экономическую сферу, вот здесь твой стандарт не очевиден. То есть, вот вторжение в чужие договорные отношения. Вот приводит пример, когда, там, кто-то уже договорился о том, что нужно, они договорились что-то продать, а другое, третье лицо вторгается и говорит, что нет, продай мне по другой цене. И, вот, способствует тому, что перекупает, там, это имущество. И, ну, неизвестно, это вообще хорошо так делать или плохо. Вот, ну, вот непонятен этот стандарт. Или даже добросовестная-недобросовестная конкуренция. То есть, насколько я должен ограничивать себя, чтобы заботиться о чьих-то чужих имущественных интересах. Или насколько, там, вот эти убытки с созданием препятствий, да, которые мы сегодня будем подробнее обсуждать. что, вот, у лица есть свобода осуществления своей деятельности, да, свобода, там, куда-то идти или куда-то не идти. И вот насколько он должен, это лицо должно заботиться о не физическом объекте, да, это всем очевидно, что, там, бить что-то нельзя, разрушать что-то нельзя. А вот насколько каждое лицо должно заботиться об имущественном интересе другого. С учетом того, что мы все в процессе своей деятельности, волей или неволей, становимся как-то причиной чьих-то, там, убытков или неубытков. И вот именно это главная проблема, да, именно это их отличает, вот эта вот непонятность стандарта учета чужих имущественных отношений. И именно поэтому они требуют особого внимания, и именно поэтому они и, ну, вот во французском праве, например, рассматриваются в концепции, ну, единый, что они говорят, это то же самое, просто нужно внимательнее отнестись к стандарту поведения и к причинно-следственной связи в части вот этой множественности, которую вы как правильно отметили, часто она здесь как раз возникает. И вот и получается, что на самом деле они не такие уж и другие, как все остальные, но просто здесь стандарт вот учета и заботы об этих интересах, он намного менее очевиден, чем при нарушении каких-то абсолютных прав или, ну, чаще всего это физический вред, да, когда причиняется, ну, и плюс там интеллектуальная собственность или что-то в этом роде. Вот, мне кажется, примерно так. Спасибо большое. У меня только можно сразу такую, как бы, реплика тоже, тире вопрос. Мне кажется, что мы таким образом обнаруживаем здесь прежде всего очередную переводческую проблему. Дело в том, что вот я как раз в связи с этим хотел задать вопрос, сейчас задам, а сначала одну реплику сделаю. Потому что ведь этот термин, чисто экономические убытки, получается неправильный, надо было назвать его как-нибудь там морально неопределенные убытки, морально не очень понятно, ну, нет, допустим, морально неопределенные, морально неустойчивые убытки, да. То есть те ситуации, когда просто действительно мы не очень точно понимаем с точки зрения и этики, и права вообще так можно или так нельзя, а с точки зрения экономического характера, кажется, разницы никакой нет, потому что, по большому счету, мы разграничиваем в деликтном праве убытки нематериальным благом и материальным, там, где убытки нанесены материальным благом, вред, да, он квантифицируем, возмещается по принципу компенсации, и здесь мы имеем дело абсолютно с тем же самым, здесь, кажется, нет никаких особенностей. То есть особенность кроется в том, а можно ли так было делать, собственно, да, получается. Ну, тогда еще раз, вот у меня вопрос, собственно, хотел задать, а кто не знает, почему назвали именно Pure Economic Loss? Как так получилось, что именно это те, понятно, что его по-русски заимствовали, просто перевели слово за слово. Потому что, потому что как раз чаще всего это и возникает в сфере или вторжение в такую имущественную сферу, имущественную сферу, не связанную, наверное, даже там с физическими благами или вот действительно абсолютными объектами, ну, по-другому даже и не скажешь, как ни крути. И поэтому, видимо, и назвали. И, кстати, очень интересно, что мне кажется, что вот моральный вред и чисто экономические убытки – это очень-очень похожие материя, потому что и там, и там особенности следуют из одного и того же, из того, что мы не понимаем должный стандарт поведения, кто из-за чего страдает, кто из-за чего не страдает. И поэтому и там, и там особое внимание уделяют противоправности. Я бы только, Анна Анатольевна, извините, что перебиваю, я бы только чуть-чуть вам возразила с тем, что в моральном вреде, мне кажется, основная заковыка в том, что не понимают все, как моральные страдания переложить на деньги. Как раз, да? Какой эквивалент придать? А здесь тоже есть такая акция. Нет, а здесь, секундочку, здесь эквивалент как раз есть, получается, да? То есть вот нарушили сертификацию, вот это дело Магадан-ТС, не могу использовать какое-то там, что у них было, транспортные средства, там даже не написано. Или там, допустим, дали ложное заключение, или вот то, что, например, приводили, дали совет о покупке акций, и купил я акции, ну, я уж претерпел, да, совершенно конкретно там какой-то, то есть еще раз, убытки-то сами квантифицируем мы. Вот, и поэтому, и мне кажется, здесь действительно есть сложность, но от морального вреда все-таки она немножко отличается. Вижу, что Дмитрий еще хочет сказать. Ну да, хотелось бы, потом, можно потом. А, так-так, еще кого-то я пропускаю, да, наверное? Да, вот Артем. Слушайте, да, давайте дадим Артему слово. Дмитрий, прошу прощения, потому что Артем еще до того хотел выступить. Пожалуйста. Да, дело в том, что я думал, что когда я буду высказывать свою позицию, она будет звучать совершенно негилистически, перевесить чашу весов обсуждения в какую-то совершенно радикальную плоскость, но мы планомерно за счет реплик Анна Григорьевна, Анна Анатольевна, мы подошли примерно к тому, что хотел сказать я. Дело в том, что вот известна позиция, например, Базилия Маркезиниса о том, что вообще все проблемы в деликтном праве возникают тогда, когда сумма возмещения становится излишне огромной, излишне неопределенной. Вот, и хочется сказать, что здесь мы имеем вот как раз-таки, почему вот хочется связывать с моральным вредом, потому что правопорядок и вообще правоприменители начинают чувствовать себя несколько неудобно, отдавая, когда начинают отдавать отчет, о какие вообще, какой размер убытков возможен возмещению. И это определяется, да, двумя факторами, вот Юлия их упомянула, и количественный фактор возможных ответчиков, и объем вот этого возмещения с каждого. То есть тут такое, получается, дупликативное значение в деликтном праве возникает. И, собственно, здесь создается ощущение, что искушение даже, можно сказать, сказать, что действительно никаких-то особенностей нет. И вот Юлия упомянула, перечислила в конце своего доклада четыре условия деликтной ответственности, вот, и назвала, и сказала, что здесь проблемы обнаруживаются так или иначе в каждом. Хочется абсолютно точно согласиться с этим. И здесь в действительности, когда мы анализируем чисто экономические убытки, мы порой, хочется сказать, излишне догматизируем эту категорию, то есть мы вот эти вот известные аргументы «за-против», рассматриваем открытые шлюзы и так далее, вот, и обсуждая их, мы немного отвлекаемся от конкретных вот этих дел. То есть во многих случаях там встает, например, когда перевозчик, возникает авария, да, и когда возникает вопрос, должен ли возмещать водитель автобуса, учинивший аварию, всем бизнесменам, которые стояли за ним, тут те убытки, которые они понесли от сорванных встреч. Здесь возникает вопрос причины следственной связи. То есть, ну, и помимо, конечно, этого я соглашусь, противоправности, да, но вот, возможно, чисто экономические убытки, как вот такую категорию нужно судить не по облачным политикоправовым так называемым основаниям, а по определенным условиям ответственности и в рамках этого мыслить. А если уж говорить о политикоправовых каких-то обоснованиях, то все мы знаем, что так или иначе вот эти самые моменты целеполагания формулирования законодателем эксанкой и применением судами экспост некоторых условий ответственности, они в конечном счете находят себя и в каждом из них, и в противоправности, и в причине следственной связи, да, legal cost, когда мы анализируем кондикцию синепанон фактической и так далее. То есть по каждому можно, в принципе, так сказать. То есть исходить, если соглашаться с Юлией и некоторыми правопорядками решать дела о возмещении чистых экономических убытков в кейс-бай-кейс, но не вслепую абстрактную кейс-бай-кейс, а за счет тех условий, которые мы имели, по крайней мере, в рамках российского правопорядка. Вот. Ну вот такая вот нигилистическая мысль у меня была реплика. Мне кажется, не нигилистическая, а просто такая, как скорее основанная на философии, да. Я вот еще вижу, что Дмитрий имеет реплику, а у меня такой вопрос. Дмитрий, а может быть, вы объедините уже, да, и, допустим, как-нибудь и реплику, и сразу доклад. Конечно, можем перейти к такому, чтобы не с этим. Так, сейчас, секунду. Да-да-да, давайте тогда, если есть... Да, Юлия, пожалуйста. Ну, давайте, если можно, уже, так сказать, да, кратко, да. Так. Юлия, что-то со связью. Возможно, у меня, а возможно, и у вас. Нет-нет, у Юли, к сожалению. Ага, к сожалению. А я понимаю. Юлия, мы тогда... Слышно нормально сейчас? Вот, сейчас слышно, давайте. Да, у меня просто звук опаздывает. Я не знаю, что с этим делать. Так, Юлия, давайте мы все-таки тогда немножко отложим вашу реплику, я думаю, что вы получите возможность высказаться. А сейчас, наверное... Дмитрий, вы как, готовы? Да, конечно, можем начинать. Давайте тогда вам слово, да, спасибо. Да. Ну что ж, хочу, во-первых, поблагодарить за очередную возможность выступить у вас всегда очень приятно. Вот. Вдвойне тем более приятно выступать и переданной Анатольевной, моим рецензентом магистерской диссертации. Вот. Ну что ж, давайте тогда поговорим о правности теории чисто экономических убытков. Тема довольно неординарная и вызывающая довольно много вопросов. Но в первую очередь вопрос, который может показаться банальным, но тем не менее он всегда встает самым первым. А в чисто экономических убытках, где противоправность в целом? Если смотреть в упор, ее можно там и не увидеть, в принципе. Но вот если мы возьмем, например, французскую модель классического чистого генерального деликта, мы увидим, что ФГК прямо четко дает следующую дефиницию. Подлежит возмещению вред, причиненный любыми действиями человека. Будем переводить, если это на нашу систему гражданского кодекса. Да, уже было сказано про то, что статья 1064 Гражданского кодекса содержит понятие отчасти близкое к генеральному деликту французскому. Но при этом в следующем пункте мы уже видим, какие блага защищаются. А если мы посмотрим и еще откроем общую часть Гражданского кодекса, мы увидим 15-ю статью про возмещение убытков, где прямо написано, что лицо, право которого нарушено. То есть это уже такой генеральный деликт не то, что с немецкой фишечкой, как было сказано предыдущим докладчикам, а мне кажется, это уже такая серьезная попытка отойти вот именно от французской модели как раз-таки в пользу немецкого правопорядка. И здесь, говоря о чисто экономических убытках, сразу же встает безусловный вопрос. А право лица, которое требует этих чисто экономических убытков, оно нарушается, собственно говоря, чем? Самим фактом ли какого-то противоправного поведения другого лица? Но опять же, позвольте, если мы говорим об обязательствах из причинения вреда, как именно об относительном отношении все-таки это обязательства, то в принципе, почему нас должно волновать поведение другого лица, которое, в принципе, к нам может быть с нами никак не связано? Либо же мы должны говорить о том, что у нас есть какая-то иерархия ценностей. Но тогда какая, опять же, очередной вопрос? И вот здесь вот подходя к тому, что было сказано про схожесть морального вреда, про схожесть чисто экономических убытков, я хочу здесь заметить один очень важный политико-правового момент в этой всей истории. Все-таки, когда мы говорим про моральный вред, мы должны понимать, что, во-первых, можно вывести здесь противоправность, противоправность в чем? Что нарушается абсолютное право какого-то лица, условно говоря, на получение какого-то, не знаю, жизненного наслаждения, на получение каких-то иных социальных благ. Ну вот, как написано было в одной из работ, сейчас боюсь ошибиться с автором, но мне кажется, что это даже, возможно, и Кациоль был, когда писал про обоснование морального вреда. Что, условно говоря, лицо, которому вы причинили вред, оно не смогло походить в театр, хотя очень сильно это любило. Что вот эти деньги, они должны пойти на то, чтобы оно купило, условно говоря, музыкальный проигрыватель и послушало любимые свои оперы. Вот, чтобы как-то компенсировать вот эту вот, скажем, ограниченность временную. Вот. А что касается чисто экономическими убытками, то здесь какой-то такой критерий уже придумать сложно. Вот. Ну и что касается морального вреда, отходя немного в ту реплику, которую я хотел дать. Важно понимать еще другой политик, правовой аспект. Он особенно наглядно встает, когда мы говорим про проблему компенсации морального вреда в отношении юридических лиц. Мы здесь начинаем рассматривать моральный вред как некую такую дополнительную превенцию. Вот. Что не распространяй, условно говоря, недостоверную информацию, а если распространяешь, то у тебя еще и существует дополнительный экономический, скажем, инструмент наказания. А вот говоря уже о чисто экономических убытках, здесь сложно судить об этом. Почему? Потому что если мы будем их рассматривать с точки зрения вот именно такого превентивного механизма, но как мы можем понять именно, где критерий, где разграниченность? Между тем, когда мы обоснованно говорим о том, что да, лицо должно поднести наказание за свои действия, к примере с недобросовестной конкуренцией, или же мы уходим в какие-то отчасти схоластические истории, когда должны компенсировать события, которые серьезно отдалены. Как в классическом примере с кузнецом и лошадью, которую не так подковали, и перевозчик опоздал, не перевозчик, а хозяин лошади в итоге опоздал на свадьбу и понес от этого убытки. Здесь примерно та же самая история. Возвращаясь в итоге к противоправности, опять же, если мы будем брать две теории противоправности, так называемая противоправность поведения и противоправность результата, опять же, если мы говорим про теорию противоправности поведения, но как оно уже было отвечено выше, нет ли здесь какого-то, так скажем, уже если хотите сказать, публичного оттенка в гражданском праве, что кто-то, причем не наделенный Никакими властными атрибутами вмешивается в что-то иное поведение. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим про теорию противоправности результата и о том, что этими действиями причинен неправомерный какой-то эффект. Но здесь опять же встает другой вопрос. А можем ли мы вообще оценивать поведение человека по результату? Это классический такой камень преткновения в докторине противоправности результата. Потому что все-таки, может быть, надлежит оценивать противоправность по поведению лица, а не по его результату. И подходя к другому уже вопросу разграничения чисто экономических убытков с остальными убытками, отвечая на первоначальный вопрос, заданный в начале конференции, то есть чисто экономические убытки. Это все же какой-то отдельный вид убытков или мы его вписываем в рамках общего? Я все же считаю, что это отдельный случай убытков. Почему? Потому что, как мне кажется, я уже сказал, я не вижу здесь вот именно прямой классической противоправности. Ну, если мы будем смотреть, мы ее можем, конечно, привязать за уши, но ее нет. С этим фактом нам все-таки стоит смириться. Вот. Если мы все же рассматриваем другие виды деликтов, то здесь противоправности, ну, я не знаю только, каким образом можно, может быть, если мы когда говорим там о таких вещах, как потери кормильца, хотя здесь тоже, наверное, можно выйти на абсолютное право на получение, как Покровский это называл, на право на существование. Вот. Если я правильно помню этот термин. А как раз-таки с чисто экономическими убытками такой проблемы нет. Ну, ведь мы не можем же сказать, условно говоря, что плохое заключение аудитора нарушило наше право на существование. Согласитесь, это звучит не очень. Поэтому мне кажется, что в целом чисто экономические убытки, возвращаясь к политико-правовой догме этого аспекта, может быть, нас заставляют, и коллеги, хочу, что называется, для затравки дать вам этот тезис на обсуждение, может быть, нас заставляют немножечко по-другому взглянуть на само понятие субъективного права, и, может быть, нас заставляют задуматься о том, а что это вообще есть такое. Ну, если мы говорим о том, что субъективное право – это мера дозволенного поведения, и вот все начинаем классические теории перебирать, ну, куда здесь пишутся чисто экономические убытки? Разве что, наверное, в теорию Еринга интереса. Но тогда, опять же, встает другой вопрос. А где этот интерес мы можем отграничить? В экономико-правовом анализе? Ну, опять же, где мы найдем пределы эффективности и издержкам? Вот, поскольку они у всех разные. Вволю, если хотите, господствующего класса навязанному? Опять же, можно по-разному понимать. И, как лично мне кажется, наверное, нам стоит взглянуть на право именно как некую систему ценностей, исходя из призмы чисто экономических убытков. Ведь когда мы защищаем тот же самый моральный вред, вред здоровью и так далее, мы понимаем, что этими действиями мы ставим данные защищаемые блага на немного уровень выше. И, в целом, в принципе, деликтное право исходит из этого. Что мы должны в первую очередь данным благам дать защиту. А когда мы уже пытаемся подводить чисто экономические убытки под эту категорию, может быть, все-таки нам стоит понимать о том, что это благо, оно не должно быть поставлено на одну ступень с жизнью, здоровьем, неприкосновенностью материальной. Может быть, вот эти вот чисто экономические блага, подводя уже более к завершению, они не относятся к абсолютным как таковым. Потому что ведь, как было сказано до этого в ответе на мой вопрос предыдущим докладчикам, правильно, если мы будем пытаться найти какие-то экономические обоснования здесь, выводить какие-то там права на права, право на бизнес-решения. Да даже если мы будем развивать доктрину того, что у нас все можно приравнять к имуществу как угодно. Не кажется ли мы, что мы уйдем в лишнее размножение сущностей в этом вопросе? Не кажется ли вам, что мы уйдем в какую-то схоластику? И может быть, поэтому категория чисто экономических убытков, справедливо критикуемая, она потому и критикуется, что критерий противоправности здесь, мягко говоря, не соблюдается совсем. Поэтому, резюмируя вкратце свое выступление, хотелось бы отметить следующее. Чисто экономические убытки. Рассматривать ли их стоит как отдельный деликт? Да, безусловно. Потому что вопрос о противоправности здесь, как таковой, у нас не вписывается, по крайней мере, в классические рамки. Второе. Стоит ли выводить противоправность именно из конкретного толкования закона или придавать какой-то... Если хотите, стоит ли здесь искать различия между субъективной и объективной противоправностью? Я считаю, что не стоит, потому что об объективной противоправности речи здесь нет. А если мы говорим о субъективной противоправности, то тогда вопрос, а что такое субъективное право? И может быть, именно здесь стоит искать уже ответы на все теоретические и практические вопросы. А что мы поймем под субъективным правом? защищаемый интерес, какую-то иерархию ценностей и так далее. И уже тогда мы сможем ответить на вопрос о том, а чисто экономические убытки это что такое? Это классический деликт? Это какой-то отход или это искусственно придуманная правовая категория? Спасибо большое. Если есть вопросы, буду рад с удовольствием на них ответить. Спасибо большое, Дмитрий. Я вижу, что опять же у нас Анна Анатольевна хочет что-то сказать, правильно? Давайте, может быть, дадим слово. Я не знаю. Вопрос или реплика? Ну, у меня реплика и вопрос. Давайте. По противоправности, как мне это видится? В чем проблема действительно, как Дмитрий справедливо отмечает в анализе чисто экономических убытков с точки зрения противоправности? Что классически, как у нас было написано в советских наших учебниках, как нас учили всех в институтах и наших учителей, что противоправность заключается в нарушении закона, с одной стороны, это противоправность поведения, и в нарушении права, с другой стороны, противоправность результата. но в чисто экономических убытках чаще всего, как Дмитрий многократно отметил, сложно найти нарушение права какого-то, и часто бывает, что сложно найти нарушение закона, потому что закон – это такая категория, что закон, очевидно, не может установить правила на каждый случай жизни, и все равно будут какие-то пробелы, и все равно получится такое, что закон прямо не устанавливает то или иное правило поведения, запрет или ограничение. И тогда возникает вопрос, вот если у нас нет нарушения какого-то абсолютного права, такого очевидного, и нет нарушения закона, где прямо было бы написано, что так делать нельзя, так делать не надо, то можем ли мы сказать, что у нас есть противоправность? Но как показывает опыт, ну, например, того же французского правопорядка, да и нашего правопорядка тоже, на самом деле ничего страшного в том, чтобы сказать, что да, там тоже может быть противоправность, нет. Потому что когда мы начинаем искать нарушенное право, ну как мы можем не найти нарушенное право, ну, право на осуществление предпринимательской деятельности, право на извлечение доход из своего имущества, дохода, там право на, там право ожидания немцев выводит, там ожидаемый доход какой-то, да этих прав можно придумать сколько угодно. И в части морального вреда, да, когда там тоже нужно найти нарушенное неимущественное право, там тоже все занимаются тем же самым, ищут какое-то право. Но вопрос, зачем мы это делаем? Если все равно список не исчерпывающий, если все равно можно придумать любое право, то, ну, зачем это делать? И как, и в итоге все сводится к тому, что вот это нарушенное право, это по сути нарушенный интерес, имущественный в том числе. То есть само по себе причинение мне убытков уже говорит, что моя сфера личная нарушена, кто-то вторгнулся в мою личную сферу. Но этого недостаточно для того, чтобы сказать, что уже есть противоправность. Потому что, ну, убытки, особенно экономические, они возникают постоянно у кого-то меньше, у кого-то больше. То есть это еще ничего не говорит о том, что есть противоправность. Поэтому нужно анализировать противоправность поведения. И там, если мы видим какую-то очевидную вину, ну, лицо специально берет и там вторгается в чужие относительные отношения. Или лицо там, ну, умышленно причиняет, да, экономические убытки. Ни у кого, ни в каком правопорядке не возникает сомнений, что это можно возмещать. Просто потому что это, ну, вот она противоправность, вот она противоправность поведения. И все. И вопрос только в том, как сбалансировать вот эти два, ну, два проявления противоправности. Противоправность результата, то есть как нарушение прав или интересов каких-то. И противоправность как нарушение стандарта поведения, который может быть закреплен в законе, а может и не быть закреплен в законе. И все. И проблема возникает именно в том, когда у нас нет ни того, ни другого. Да, и когда у нас есть стандарт, такой, как с нотариусами, например, да, что, ну, у него же в законе написано, что надо проверить там подлинность. А, ну, непонятно, как надо проверить, что конкретно нужно сделать, насколько это. И нарушение права там тоже может не быть. И вот оно и получается, что, ну, недостаток противоправности. И поэтому и говорят, что нужно здесь добавлять дополнительные критерии в виде там предвидимости или вот какого-то там добрых нравов и так далее. И все. Но это не говорит о том, что чисто экономические убытки не надо возмещать, и там никогда нет противоправности. То есть нет. Ну, она может быть менее очевидна, но для этого не нужны вот эти дополнительные какие-то критерии. Все. Мне так кажется. Спасибо, если позволите. Вот. Ну, опять же, говоря о том, что такое противоправность, да, безусловно, здесь сложно с этим не согласиться. Но не кажется ли вам, что когда мы говорим здесь о субъективной противоправности, вот беря, в частности, французский правопорядок, не кажется ли, что она здесь сливается с другим элементом состава правонарушения, с виной? Ну, она и сливается. Они и так на любви стоят. Ну, а тогда встает вопрос, а зачем вообще категория противоправности нужна в принципе? Ведь мы же можем в таком случае просто даже в классических убытках говорить, что есть вина, есть причинно-следственная связь, ну, и все, на этом ничего. Так и есть. Французский генеральный деликт, он именно так и работает. Они так и говорят, что противоправность сливается с виной. Любое удобное причинение вреда противоправно. И они говорят отдельно выделять этот аспект не имеет смысла. У нас так выделяется, так принято, просто потому что традиционно из советского права, ну, вот к нам пришло это учение. И потому что противоправность, она больше, ну, более очевидная, очевидная такая, более очевидная отражает упречность поведения, чем вина. Потому что, ну, в советском праве считалось, что вина это совсем что-то такое очень субъективное, психическое, что никто не может залезть в голову там и так далее. Ну, во Франции не так. Они считают, что это, ну, полноценный анализ деятельности причинителя вреда. И с точки зрения того, как он соблюдал нормы права, и с точки зрения того, как он соблюдал просто стандарт поведения и так далее. То есть они считают, что это, ну, вот все, что касается оценки деятельности причинителя вреда, это все они называют виной, а мы называем противоправностью виной. Ну, можно и так, и так. Это не... Да, но здесь встает другой вопрос. Мы говорим про французский правопорядок, но ведь у нас же еще есть... Давайте пойдем... Предлагаю, взглянем на их оппонентов, так называемых, немецкие права, вот, где все-таки я думаю, что противоправность-то у нас есть. И основная, как мне кажется, именно политико-правовая цель этого института, вот именно противоправность, его выделение, это как раз-таки вот взбалансирование правопорядка. Ведь если мы будем говорить о тех же самых стандартах добросовестности, разумности, предвидимости и так далее, не кажется ли здесь, что нарушение как раз-таки этого стандарта, оно и влечет именно как таковую противоправность? Ведь у нас же, если мы откроем даже наш гражданский кодекс, один из генеральных принципов, принцип добросовестности. Предполагается, что лицо действовало добросовестно. Если оно умышленно нарушает этот принцип, не кажется ли здесь, что оно и ведет себя противоправно, что здесь не только элемент его вины как психического отношения к своим действиям. Потому что, если мы как раз-таки, мне кажется, полностью откинем категорию противоправности, перейдем к тому, что будем все оценивать только через вину причинно-следственную связь, как во Франции, я, конечно же, не очень сильно знаю, как вот и работает именно система судов там, но здесь, мне кажется, в нашем правопорядке мы действительно откроем вот эти вот шлюзы, нагрянет огромный поток, и мы действительно будем взыскивать убытки, которые, мягко говоря, очень отдалены. Ну, Акогия, есть какой-нибудь пример, когда бы очевидно было несправедливо на практике? А вот у меня, Анна Анатольевна, у меня такое предложение, коллеги тоже скажите, если вы не согласны, то скажите мне, пожалуйста. У меня такой вопрос, а может быть, нам пора, собственно, перейти к нашим примерам? Значит, я разделяю то, что сказала Мария Александровна в начале, да, то есть как бы можно совершенно спокойно как бы политическую часть, наверное, отделить, да, посмотреть просто на правовую. Я пользуюсь, злоупотребляя в данном случае правами модератора, хочу перед вами сейчас вбросить вам такой тезис, а вы его опровергайте. Значит, мой тезис заключается вот в чем. Все эти дела, это не чисто экономические убытки, это при этом действительно очень своеобразный пример правоприменения. вот то, о чем Дмитрий сказал, что это вот опасно в том плане, что начнет разрастаться и вот не слишком ли много, и о том, о чем Юлия говорила, я вот как раз думаю, что это примеры таких ситуаций, но не потому, что это чисто экономические убытки, а по другой причине. Мне кажется, что здесь то, что произошло, это произошло какое-то доселе не очень известное распространение принципа, который заложен в статье здесь в 64, про то, что ответственность может быть возложена на лицо, не являющаяся причинителем, но которое все-таки у нас до сих пор было в законе более-менее урегулировано каким-то понятным образом. Ну, понятно, что если работник отвечает, извините, работодатель отвечает за работника, то хотя бы они связаны трудовым договором, известно, что тот работает, а этот работодатель, и известно, что должен отвечать, если тот при исполнении. Понятно, что родители отвечают за детей, но как бы обычно нет проблем доказать, что эти два лица связаны друг с другом родительскими отношениями. А тут у нас на организаторов митинга, пусть там, неважно, санкционированы, нет, возложена ответственность за все плохое, что случилось примерно в районе проведения этого митинга. и поэтому вот мне кажется, что здесь особенность этого правоприменения, которое бросается в глаза, связана не с чисто экономическими убытками, не с тем, что то, что взыскано, это чисто экономическое убытки, а с тем, что здесь так сказать, получило место вот это распространение обязанности по возмещению вреда на лиц, которые его не причиняли, которые доселе не было уж по крайней мере так сильно известно. Вот мой тезис, а теперь я была бы рада услышать опровержение. Можно я? Да. Ну, я вообще во многом, наверное, соглашусь в части того, что не надо уходить в сферу политического при обсуждении этого дела, но вот опять же, как бы могла работать теория противоправности, поведение, например, о котором мы здесь говорили, при анализе вот этих дел. То есть, ну, не хочу все дела в одну там складывать, под одну гребенку решать, поскольку есть дела, где там был подчинен физический вред, там клубы потоптали и все прочее. Кусты. Да, кусты там. Я вот хотел бы как раз про ресторан Армения против, ну, или Анкор против оппозиционеров. И вот проилюстрировать, как бы работала здесь немецкая идея теория противоправности поведения. Почему в целом это не такой уж плохой механизм, как вот можно об этом подумать, или там умножение сущностей, давайте все решать через вину. Вот, как мне кажется, противоправность, если мы определяем как отклонение от некоторого императивного стандарта поведения, то необходимо учитывать критерии, как мы ее должны определить. И вот в теории противоправности поведения их три. То есть, какую норму нарушается, какая норма нарушается, на что эта норма направлена. Первое, кому адресована норма, второе, какие права, и третье, от какого нарушения эта норма должна защищать. Мы смотрим на эту статью, статью пятую, часть шестой статьи пятой, вот этого федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, и не на саму эту статью, которая посвящена как раз-таки гражданской правоответственности организаторов митингов, а на то, как эту статью понимает Кондиционный суд в постановлении номер 4П от 2013 года. И там мы найдем, что на самом-то деле есть определенные, во-первых, блага, на защиту которых направлена эта норма, и общественный порядок, достаточно огромный круг этих благ. Здесь, в принципе, противоправность может еще сработать, и обоснованность привлечения к ответственности тоже есть. Во-вторых, на какой круг лиц рассчитана эта норма, тоже мы смотрим, там Конституционный суд перечисляет и участники этого мероприятия, и лица, не участвующие в этом мероприятии, и отдельно подчеркивает имущественный вред юридических и физических лиц. Но затем, когда мы говорим, от какого правонарушения все-таки должна защищать эту норму, мы увидим, что вообще-то Конституционный суд прямо говорит о физическом вреде, причиненного, который был причинен участниками этой акции. То есть, непосредственно, вот, потоптали клумбы, ударили по машине, я не знаю, побили кого-то. Идет речь о физической неприкосновенности личности или вещи. И более того, Конституционный суд в этом же постановлении, но это правда 13-й год, подчеркивает, что само по себе неисполнение организатором публичного мероприятия обязанности, причем обязанность по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан лежит прежде всего на органах публичной власти, не может служить достаточным основанием для возложения на него гражданского права и ответственности за вред, причиненный участникам публичного мероприятия. В противном случае он вынужден был бы отвечать и за такие действия, которые не зависели от исполнения и неисполнения им в своих обязанностях и не могли им контролироваться, в то время как непосредственные причинители вреда, как участники публичного мероприятия, так и иные лица оставались бы безнаказанными. То есть конституционный суд вообще-то сужает гражданскую праву и ответственность как раз для, пусть даже, организаторов несогласованных акций. И вот в связи с этим, как мне кажется, интерес в этих делах вызывает не только исследование противоправности, но и вообще, так сказать, вопрос об обоснованности этих актов. То есть мы видим несколько важных цивилистических вопросов, которые там возникают. Например, обычные суды, первая инстанция, апелляция, они все время подчеркивают, что в рамках административного производства участники привлекались к ответственности. Ну так вот, первый вопрос, да, там мог бы возникнуть, а все-таки каково влияние административного производства на гражданскую ответственность и на условия возникновения этой ответственности. Как мне кажется, второй вопрос, тоже связанный с причинно-следственной связи, очень, так сказать, важный. Это вопрос, касающийся того, как мы можем ее здесь понимать. Вот нужно ли в этих делах, как многие говорят, ее расширять? Или же здесь как раз-таки один из немногих случаев, где необходимо руководствоваться вот этой вот формулой прям прямой, кондиция синекванон, то есть те, кто непосредственно в рамках административного производства был признан виновным в совершении административного правонарушения, переграждал эти дороги, создавал помехи, а там всего два человека таких, мы не будем их называть. В общем, может быть, как бы разумнее в отношении них говорить о том, что вот они должны быть привлечены к ответственности. Но опять же, если мы идем на вторую ступень, ступень противоправности, мы увидим, что из позиции конституционного суда ее вывести просто невозможно в этих делах. Вот и моя позиция. Все. Спасибо. Спасибо большое. Я, если очень коротко, хочу обратить внимание, что в чате спрашивают про номер дела, и если не сложно, Семен, хотел бы попросить вас, знаю, что у вас все эти акты есть, может быть, там после, не знаю, или сейчас, если можете скинуть это в чат, в общем, чтобы, так сказать, те, кто не успел до нашего заседания посчитать, могли бы, может быть, сейчас это сделать. И вижу, что есть две реплики у Марии Александровны и у Артема. Мария Александровна, вам слово. Мы движемся совершенно семимильными шагами. Я уже свою реплику, она была уже перекрыта, репликой Симона, и я уже даже, ну, я последовательно, можно, сделаю шаг назад и скажу все-таки, что хотела изначально. Мне кажется, мы должны сделать все-таки немножечко более правильные акценты. возможно, это вот моя искаженная точка зрения. Я принимаю любую критику, буду, наоборот, благодарна за нее, если она последует. Поэтому прошу не стесняться и, наоборот, громко протестовать. Если нас послушать со стороны, может возникнуть впечатление, что чисто экономические убытки это какая-то норма сегодняшнего дня. все за, давайте взыскивать чисто экономические убытки, все прекрасно и все замечательно. Вот дело в том, что для меня это не норма. Вот, понимаете, это случай как бы редкого исключения, которое еще нужно очень постараться доказать. Это при том, что на самом деле, когда я читала чудесные швейцарские дела о погибших цыплятах бройлеров в связи с отключением электричества, я очень сочувствовала этим цыплятам и все понятно, там все живые люди и все могут испытывать эмоции, но в моем представлении все-таки чисто экономические убытки это не классика и не норма и это абсолютно точно такое экстремум, который требует обоснованности и вот не зря все-таки мы начали с доклада Юли, в который были перечислены разрозненные редкие случаи, когда действительно практика все-таки говорит о необходимости посмотреть на возможность взыскания чистых экономических убытков. Вот вам не кажется, что вот эта позиция более верна, потому что вот сейчас мы как-то немножечко перешли грань от нормы к ну то есть уже сместилось у нас, знаете, вот это представление о норме, это первое было. Второе, мне очень, Анна Григорьевна, можно скажу строго, не поставила параллель с ответственностью за действия третьих лиц, особенно расстроилась я заработодателя, извините, неужели вы усматриваете какие-то чистые экономические убытки здесь, я совсем не усматриваю, мне кажется, это совершенно отдельный инструмент и наоборот вот я не поняла, это просто я не в форме, да, это значит я плохо плохо слушаю, пожалуйста, покритикуйте меня и давайте разведем эти два понятия, мне кажется, вообще и рядом как бы не лежали и вот то, что они у нас уже дважды возникли, где-то пересеклись, вот совсем совсем это мне показалось нехорошо, вот, ну и третье, значит, по поводу выступления Семена, то есть вот переход от административного права к гражданскому, ну, во-первых, у нас есть действительно одно, по-моему, по-моему, эти две отрасли права пересекаются просто практически каждый день, ну, то есть вот реально жизненная ситуация, она может состоять из элементов административного праворегулирования и гражданского праворегулирования, каждый день это происходит, при этом наличие там противоправности с точки зрения административного права не обязательно означает аналогичную противоправность с точки зрения гражданского права, то есть прямой зависимости Там я абсолютно не убеждена, что можно найти. И поэтому, да, есть административная правосоставляющая какая-то, а может быть и нет, что нас абсолютно не должно убеждать в наличии или отсутствии оснований для взыскания вот этих чистых экономических убытков. Вот, и еще мне очень хотелось все-таки увидеть, ну ладно, это потом, давайте, а то у меня слишком разные реплики, я прошу прощения, я вижу уже там кучу-кучу рук, и все хотят со мной спорить. А я можно, опять же, злоупотреблюсь? Я очень коротко сначала отобью то, что, ну или попробую, так сказать, стрелу, которую меня закинули, а дальше я, значит, смотрите, что касается приравнивания ответственности за вред, причиненный, так сказать, третьими лицами, я как раз наоборот. Вот мой тезис заключается в том, что в делах оппозиционеров нет чистых экономических убытков, а что там есть, это возложение на организаторов обязанностей по возмещению вреда, которые они вообще не причиняли. И, между прочим, я вообще очень услышала в словах Семена подтверждение этому, потому что он тоже, да, проанализировал, спасибо большое за анализ материалов закона и постановление Конституционного суда по поводу, собственно, митингов, да, что там есть совершенно конкретные обязанности, во-первых, этих самых устроителей митингов там прервать и так далее, да, и отсылка к тому, что это не означает, что они должны полностью замещать, например, правоохранительные органы и несут ответственность вообще за все, что случилось на митинге. Вот так, теперь вижу, что Дмитрий прощается, жаль, но что делать? И теперь, опять же, если можно, я продолжаю теперь, не знаю, злоупотреблять или не злоупотреблять, но вот, Артем, по-моему, ваша рука была первая, потом Юлия, поэтому вам слово. Да, вот отвечая на вопрос, я, в принципе, хочу прокомментировать реплики каждого оратора, которые выступили до меня. Наверное, хочется сказать, есть здесь чистые экономические убытки или нет? Есть ощущение, что если мы обратимся к сравнительно-правому ключу и взглянем, например, на апологетов вот тех самых чистых экономических убытков, Пузани и всех прочих, они, кажется, найдут, вот если мы у них спросим, они найдут здесь чистые экономические убытки, потому что отдельные категории дел, которые они выделяют, это как раз-таки вот в том числе определенные массовые мероприятия, которые вынуждают государственные органы ввести определенные ограничения и, соответственно, частные субъекты частные, то есть, ну, если угодно, ресторан Армения пытается что-то там взыскать с этих самых организаторов. В принципе, имеется вот такая практика, это вот что касается такого аргумента. А что касается другого, почему нам вот тоже хочется сказать, что здесь вообще что-то неизведанное, здесь все неправомерно, я согласен абсолютно в этом вопросе с Семеном, вот, ну, в том, в той трактовке, той позиции, которую он высказал, но почему нам хочется вот говорить о чем-то, что здесь не должно было быть. Вроде как есть позиция, что чистые экономические убытки, это вообще не право частное, это вообще не частное право, и здесь мы не должны вообще анализировать это. С точки зрения, вот, насколько мне известно, такой позиции придерживаются, в частности, Дмитрий Вадимович Дождев. Вот, он говорит о том, что, ну, можно гадать, почему, можно тоже, если бы обратились мы к нему, возможно, ответ бы последовал, исходя из таких общих соображений, что здесь мы наблюдаем большое влияние дистрибутивной справедливости. То есть здесь правопорядок вмешивается не исходя из установления вот этого вот частного баланса интересов, а исходя из определенного наложения вот этих убытков распределения, вот этих вот самых распределения возмещения. Это вот, ну, возможно, скомканно, но как бы, возможно, пояснит эту ситуацию. Вот, кроме того, ну, что здесь можно возразить? И вот здесь, обращаясь к позиции Семёна в том числе, у нас всегда есть, и не стоит о них забывать, и не стоит вот так вот резко возражать о том, что это институт какого-то публичного права, и вообще, исходя из каких-то публично-правовых соображений дистрибутивной справедливости возлагается, у нас есть всегда условия этих ответственностей. Я опять буду говорить своё, но вот мы проанализировали на живом примере условия противоправности, и мы увидели конкретные механизмы решения. Если мы посмотрим, например, иные условия, а чего, кстати говоря, очень ограничено, если мы взглянем на акт, сделал суд. Мы знаем, как мотивирует обычно российский суд решение по отдельным делам. Вот здесь мы не увидели того должного анализа, который, возможно, должен был бы прояснить вот эту самую ситуацию. Если бы последовательный суд пошёл по вот этим вот условиям, обратился бы должным образом противоправности, не просто бы сослался на этот федеральный закон, а должным образом проанализировался само условие, бину, причины следственной связи, то сама система, то есть она бы ограничила возможность какого-либо несправедливого или не совсем справедливого решения. То есть здесь возможность... Вообще мне интересно то, что мне казалось, что у кого-то прозвучит тезис, когда я готовился к этому мероприятию, что, ой, это здесь вообще чисто политические дела, и вот хотя мы заявлено, что мы анализируем цивилистические материи, у кого-то, возможно, всё равно остаётся какой-то скепсис, ну, политическое и политическое. Но вот эта сама система, условия, система вот Института гражданского права, Института ответственности, она и должна препятствовать тому, чтобы эта вот иллюзия политичности, не было никаких аллюзий политичности на данные дела, которые, естественно, касаются гражданской правовой ответственности, естественно, касаются имущественной ответственности, в изыскании убытков. Вот. И вот, наверное, вот такая вот реплика. То есть я в целом со всем согласен, вот, но что касается чистых экономических убытков, здесь они есть, но, опять же, это просто взыскание убытков, которые обусловлены определёнными сложностями, квалифицирующими те или иные условия ответственности. Вот так, вот такая моя позиция на сегодняшний день. Спасибо большое. И давайте сейчас тогда слово Юлии, и потом я бы ещё хотела вот это всё-таки, так сказать, дать возможность прокомментировать Анне Анатольевне, да, вопрос о том, есть здесь чистые экономические. То есть я услышала позицию Артёма, спасибо большое, позицию Семёна, но я думаю, что было бы хорошо. Юля, вам слово, пожалуйста. Да, спасибо. Пока мы просто далеко не ушли, я бы хотела всё-таки вот к Марии Александровне обратиться и к её тезису о том, что чисто экономические убытки – это вообще не правило, это исключение, может быть, не надо тут так глубоко анализировать, да? Но у нас есть же… Ну, просто у нас обсуждение, оно не обращалось к этому институту как к случаю исключения. Вот мы уже договорились до того, что вот мы уже их взыскиваем, мы уже объединяем их, мы уже занимаемся, работаем с ними как с данностью, вот всё. Вот я к тому, что так и надо делать, просто это, по-моему, звучало у Анны Анатольевны, есть же теория о том, что в целом, да, мы вот, да, мы живём, мы участвуем в какой-то социальной жизни, мы причиняем друг другу вред. И это тоже в доктрине выделялось неоднократно, что закон у нас предусматривает как бы некие отдельные случаи, когда этот вред подлежит возмещению. Да, а по общему правилу, да, вот, ну, как цена присутствия в социальном мире, мы должны этот вред, в принципе, претерпевать. И здесь же мы не говорим о том, что вот наше там деликтное право это исключение из кого-то общего правила. Мне кажется, с экономическими убытками точно так же. И тут опять же к вопросу о том, давно уже был, почему они так называются. Ну, у нас есть в экономическом анализе права некоторые социальные потери, чисто экономические потери. И разница в том, что социальные потери несёт, грубо говоря, не только конкретное лицо, а всё общество, а чисто экономические потери у нас несёт, ну, вот, да, истец будущий. И, да, несмотря на то, что эти потери не являются какими-то социальными, и, мне кажется, вот во многом поэтому это всё-таки некоторыми воспринимается негативно, их правильно возмещать, это очень легко объясняется. Вот Артём Витальевич немного затрагивал с категориями справедливости. Их правильно и справедливо возмещать. И, действительно, я считаю, многие считают, что это надо воспринимать как такую современную реалью, как данность. Это просто вот следствие развития экономических отношений, за которыми постепенно развивается право. Вот, наверное, так. Спасибо большое. Я вижу, что ещё у Дины есть реплика. Давайте, может быть, да, дадим возможность сказать. Потом Аня Анатольевна. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно? Угу. Да. Я сразу хочу сказать, что я не цивилист. Я, скорее, гость на ваше мероприятие. Я очень благодарна Марии Александровне, что меня пригласила, потому что это очень интересная тема. И где-то, пролетая над Западной Сибирью, мы вдруг разговорились в самолёте. И вот поговорили о клубе, о том, какие вы проводите заседания. В частности, зашёл вопрос о чистых экономических убытках. И у меня, как у человека, который занимается вопросами налогового права, налогообложения, возник вопрос о том, а как вот это предприятие, которое хочет эти убытки получить. Я ознакомилась сейчас с делом. Я видела, что они изначально попросили там 155 тысяч рублей ещё, по аналогии с прочими иными пятницами и субботами. Они смотрели на оборот и просили, по сути, им компенсировать то, что заведение у них не работало, они им были лишены возможности вести свою предпринимательскую деятельность. И таким образом они понесли убытки, как они их называли, и просили их взыскать. Суд в этом моменте, в этой части удовлетворения исковых требований отказал. И в этом, на самом деле, тоже я вижу определённую логику с точки зрения того, что в противном случае у нас вот эта вот как бы пострадавшая сторона, она, по сути, получила некое неосновательное обогащение. Потому что, по факту, взыскивая 90-01 счёт, это счёт выручки, по факту. То есть они, представляя информацию суду о некой общей выручке за конкретный день, за определённую субботу, за прошлую, ещё какую-то субботу, июня, июля, по факту получили бы, если бы суд им это удовлетворил, вот эти 155 тысяч рублей, но они по факту что не делали? Они не несли расходов. И, соответственно, вот здесь возникает вот эта вот разница, потому что для нас мы понимаем, что твой чистый некий экономический эффект, как его ни назови, это есть разница положительная, но в идеале, чтобы ты работал в прибыль между доходами и расходами. Соответственно, если ты эти расходы не несёшь, но хочешь при этом вот эту выручку как бы взыскать, возникают вопросы. И в этом плане, да, есть логика, то есть в целом можно отчасти полностью, наверное, даже согласиться с судом, которая, мотивируя вопрос о том, почему определённую часть стоимости этого банкета нужно всё-таки присудить и сам, по одной простой причине. Они сходили из того, что раз банкет отменялся день в день, у него было чёткое понимание, у суда, точнее, было чёткое понимание, что все продукты и прочие ингредиенты уже закуплены, и, скорее всего, они уже не подлежат вторичному использованию. Поэтому фактически расходы как раз-таки этот ресторан понёс, и в этой связи, коль скоро расходы понесены, то действительно стоимость этого банкета, то, что они вот уже приготовили, понеся расходы, они имели право на получение этой прибыли, они там, по-моему, заменесовали только стоимость напитков закрытых, которые имели значительный срок хранения и могли быть использованы в дальнейшем. Это важно. Какие здесь есть проблемы потенциальные, как я это вижу, может быть, со своей стороны, с точки зрения каких-то иных аспектов, потому что в этом плане все эти рестораны, иные, можно сказать, пострадавшие противоправных действий других лиц, лица должны тоже понимать, чтобы не возникла иная какая-то претензия уже со стороны, например, налоговых органов, как это правильно отражать в дальнейшем, потому что сумма этой компенсации, сумма, присуждённая судом, тут ещё имеет значение, как она будет правильно потом отражена в дальнейшем, с тем, чтобы было чёткое понимание, например, почему этот ресторан Армении отражал в расходах то, что в итоге потом не привело, допустим, к получению некой экономической выгоды, было ли это направлено на получение дохода, и так далее. Здесь, конечно, наверное, вопросов бы не возникло, но потенциально, то есть с точки зрения отчётности, учёта, это тоже нужно всё принимать во внимание. Ну и, соответственно, как раз-таки вот логика суда, мне стало понятно, только я ознакомилась с судебным актом, что действительно они просто исходили из того, что очень сложно на практике будет доказать, даже если предположить, что в результате чужих противоправных действий, неважно, они связаны там с политикой, они политизированы, не политизированы, просто там какой-то непонятный КАМАЗ перекрыл им дверь в этот ресторан, и ресторан закрылся. Но по факту получается следующая история, что если в результате чужих противоправных действий у тебя не работает ресторан целый день, и даже если этот факт надлежащим образом подтверждён, всё равно возникает проблема, как правильно, да, как доказать вот эту вот неполученную прибыль, которую, кстати говоря, вот я слушала, старалась на самом деле внимательно, меня, конечно, иногда отвлекали тоже по работе, но был вот такой момент, что я тоже, если честно, пока для себя не очень поняла, может быть, потому что у меня нет соответствующего, да, какого-то специализации, разграничения между просто убытками, там по статье 15, да, насколько я понимаю, гражданского кодекса, и чистыми экономическими убытками, потому что, в принципе, лицо действительно, наверное, имеет право, если в результате противоправного, да, какого-то деяния, деяния третьего лица, оно, по сути, по факту, понесло какие-то определённые имущественные потери и законным образом, разумным, да, образом, требует восстановление своего имущественного положения в судебном порядке. Вот, а так мне в целом понравилось заседание, я почувствовала то, что действительно частное право очень интересно, и я очень рада, что на самом деле бывает у нас вот в практике, в моей, в научной работе, мы часто это видим, что на самом деле налоговое и частное право не так далеко друг от друга, потому что по факту налоговое право очень почти всегда работает с чем? С финансовыми, да, экономическими какими-то последствиями, отражением в налоговой отчётности реальных хозяйственных операций, в частности вот этих вот моментов, связанных с, например, деятельностью предприятия, с деятельностью его контрагентов, ну и так далее. Вот, спасибо вам большое. Спасибо вам. Мне кажется, всегда полезно иметь действительно, да, такой взгляд со стороны, другая точка зрения, да, но я вот, честно говоря, пребываю в некоторой растерянности, потому что вот Едино тоже говорит, что здесь не чисто экономические убытки, а просто обычные убытки. Вы знаете, не конъектируйтесь, пожалуйста, на меня, потому что я сразу призналась, что я не цивилист, я могу... Мы оговорки ваши услышали, но тоже, да, так сказать, вот. И как, Анна Анатольевна, может быть, вы нам такое вот какое-то уже, что мы близимся к завершению, да, сможете какую-то ещё картину, да? Вот в этих делах мы сейчас всё-таки, да, пытаемся обсуждать именно эти дела. По какому признаку? Видите ли вы чисто экономические убытки? Если да, по какому признаку? Здесь они есть. Может быть, какая-то часть? Да, спасибо, коллеги. И Дина тоже спасибо большое за такой взгляд со стороны, потому что действительно вопрос о том, как рассчитать эти убытки, это важно, да, что взыскать. И здесь я вот всё больше и больше по мере нашего обсуждения стала соглашаться с Анной Григорьевной и с основным вопросом, да, поставленным ещё в самом начале, что действительно ли специфика этого дела заключается, и основная проблема этого дела заключается в том, чисто экономические убытки это или нет. Потому что, действительно, если мы начинаем разбираться в том, какой вред причинён, с одной стороны, у них испортились продукты, да, как Дина правильно отметила, что у них испортились продукты. Вот вполне себе нарушенное право на их собственность, которую они закупили и не смогли реализовать. С другой стороны, они же взыскивали не просто стоимость продуктов, да, они взыскивали позитивный свой интерес, то, что им должны были заплатить, да, за банкет. Тут кажется, что может быть экономические убытки. А кажется, какая разница, да, для целей взыскания, то есть действительно это значительное влияние имеет на исход дело или нет. Или если бы кто-то, и тут правда, наверное, большая проблема в том, что вред получился такой опосредованный, да, что если бы, например, были причинены не вот такого рода убытки, а просто участники там что-то повредили, да, то есть организатор, он вот несет за это ответственность или не несет. Вот скорее вот этот вопрос более спорный, да, чем с характером этого вреда. А вот чисто вот по этому делу, мне кажется, что, ну вот этот, я согласна с Артемом, который акцентирует внимание многократно на составе, да, деликтной ответственности. Вот если мы анализируем все условия ответственности и видим, что у нас в каждом из них какая-то проблема и убытки пытаемся рассчитать, да, вот здесь, и понимаем, что непонятно, позитивный интерес, например, мы можем здесь взыскивать или не можем. Он бы действительно получил бы эту стоимость или не получил. Он вычил эти расходы или не вычил. То есть у нас уже с убытками не очень определенно. Анализируем противоправность, да, как Семен уже отметил, что тут и с противоправностью тоже не очевидно. То есть действительно вот эта административная противоправность, она имеет значение для гражданского дела или это другое? Ну вот действительно считается, что это другое. И Мария Александровна тоже, я понимаю, в этой позиции тоже присоединилась к этой позиции. И я, например, тоже так считаю. Вина. О вине тут вообще сложно говорить, потому что очевидно, что организатор не может физически контролировать каждое лицо, которое там участвует в этом. И причинно-следственная связь, то есть тоже здесь не очевидна. И она здесь достаточно опосредованная, и здесь еще можно добавить к этому, что иногда перекрытия возникают вследствие того, что органы тоже государственные вмешиваются и там как-то способствуют перекрытию. И конкретно эти лица. И вообще с причиной-следственной связи тоже не очевидна. И получается, что когда у нас каждое условие ответственности проседает, нам не хватает до того, чтобы сказать, что есть состав и есть деликтная ответственность. Если бы у нас проседало только одно из этих условий, как, например, с нотариусами, потому что только не совсем понятно вот этот вред, характер нарушенного интереса, ну там непонятно, возмущать или нет. Но там, ну точнее, с нотариусами плохой пример, как в случае там умышленного причинения вреда. Характер нарушенного интереса не очень понятен, но зато противоправности вина и причины следственной связи настолько очевидны, что они как бы этот сообщающийся сосуд вот этого состава ответственности дополняют до нормального критерия, сбалансированного. А когда у нас везде до нормы не доходят, то, наверное, и получается, что недостаточно. Вот мое мнение. А про то, почему мы возлагаем ответственность на организаторов, да, но это сложная история, вот эта викерио слоебилити, ответственность за третьих лиц. Какая связь является достаточной для того, чтобы возложить ответственность на одно лицо за вред, причиненный другим лицом. И вот этот критерий контроля, который там выделяется, что должен быть непосредственный контроль, взаимодействие, там, субординация и так далее, они все очень расплывчатые и действительно не подлежат особо сильному расширительному толкованию. И поэтому я согласна, что здесь скорее вот проблема именно вот в этой опосредованности, да, что они просто должны были контролировать что-то, но не проконтролировали, да, ну вот скорее вот здесь проблема, чем в том, что это просто чисто экономические убытки или нет. Вот. Хотя отчасти действительно этот спор стал ярким, потому что как раз возникает не с размером. Кто-то тоже, по-моему, Артем тоже упоминал, что проблема деликтного права возникает тогда, когда слишком большой размер возмещения, и мы понимаем, что неадекватно возлагать на причинителя вреда такую сумму. и тогда мы начинаем искать критерии, начинаем углубляться в вопросы о противоправности вине, и я согласна полностью с тем, что деликтное право все равно учитывает какую-то соразмерность, хотя кажется, что на самом деле это не так, и у нас компенсаторная функция, и соразмерность тут ни при чем, просто все возместить, что причинено, но в этих делах тоже это проявляется, когда очень большая сумма убытков, вот эта несоразмерность, она тоже учитывается, на мой взгляд, примерно так. Спасибо большое. Да, коллеги, пора подводить итоги, значит, собственно, Анна Анатольевна это, в общем-то, сделала уже, я не знаю, стоит ли нам голосовать по вопросу о том, были ли здесь чисто экономические убытки, мне кажется, те, кто хотел высказаться, высказались, да, я просто единственное боюсь, может, я кого-то пропустила, но, кажется, никого не пропустила, вот, значит, если позволите, со своей стороны, единственная, Мария Александровна, может быть, вы хотите еще тоже какую-то завершающую реплику, а я уже тогда совсем потом. Мне кажется, мы недообсудили сами чисто экономические убытки, вот если с делом мы разобрались в большей или меньшей степени, мне кажется, тут как-то больше ясности появилось, появились дополнительные вопросы по самим чисто экономическим убыткам и появились дополнительные вопросы по теме ответственность за действие третьих лиц, впрочем, мы эту тему еще не брали, да, даже на сравнительном обязательном праве я уж не говорю о том, что она сама по себе симпатична и заслуживает более глубокого изучения. вот если позвольте, я тогда в развитии этого тоже буквально пару слов и, наверное, будем завершать. Мне кажется, да, чисто экономические убытки получаются, мы должны продолжать рассматривать, должны продолжать их изучать, а вот по этим делам действительно все-таки я повторю свой тезис с вашего позволения, что мне кажется, самое тревожное, да, то, что у многих вызывает, безусловно, я думаю, независимо от политических взглядов эти дела вызывают какое-то вот ощущение того, что это, ну, возможно, это какое-то особое правосудие, разовое, и тогда ладно, но хотя, а кому-то и не ладно, это тоже так нельзя говорить, наверное, да, но если воспринимать это как тенденцию, то вот неуютно становится, да, мне кажется, причина все-таки этого неуюта заключается в том, что, вот как сказала Анна Анатольевна, невозможно в ситуации организации митинга возложить на организаторов, да, ответственность за все, что происходит, потому что это ответственность, все-таки Vicarious Lability должна быть точной, вот, вы меня простите, может быть, за неуместную аналогию, но это как страхование, риск должен быть очерчен, и ответственность за чужие действия, она тоже должна быть очерчена субъектным кругом, за кого отвечаю, за кого не отвечаю, периодом, за какое время отвечаю, за какое не отвечаю, да, даже родители все-таки за детей не всегда отвечают, это достижение на 18 лет и так далее, и даже 14 по некоторым ситуациям. А здесь у нас получается, что этих критерий в законодательстве на данный момент нет. И поэтому эти судебные акты вызывают вопросы. Итого мы с вами, как мне кажется, сегодня приходим к тому, что у нас две основные проблемы сегодняшнего заседания. Опять же, я понимаю, что мы разошлись во мнениях, были мнения и аргументированы, я это совершенно признаю, что это и дела по чисто экономическим убыткам, и дела по возложению ответственности на третьих лиц. Можно воспринять это как то, что у нас были два сюжета сегодня. Мне кажется, оба из них заслуживают дальнейшего обсуждения. И давайте посмотрим, какая у нас дальше будет программа, какие будут пожелания по дальнейшим темам. Но я бы с радостью поддержала и ту, и другую дальнейшие заседания наши по той и по другой теме. А сегодня хочу сказать всем большое спасибо за то, что подготовились. Особенно, конечно, Семену, который сделал огромную работу по подготовке. Аня Анатольевна, которая к нам сегодня пришла и сыграла тоже большую роль, нам помогла. И всем, кто вступал, кто пришел послушать. И, может быть, тем, кто будет смотреть тоже. Заметьте, мы по уходу еще и сами разобрались в вопросах разграничения административной гражданской правовой ответственности. Ну, не то, чтобы разобрались, Марина Александровна. Мы хотя бы за... Нет, абсолютно точно. Вот сейчас, по-моему, ни у кого не вызывает вопросов. Административка, там вопрос организации, там так или иначе мы решаем. А вопрос возложения ответственности за действие третьих лиц, это отдельный вопрос. Вопрос причинения вреда, это третий вопрос. Вопрос чистых экономических убытков, четвертый вопрос. Вопрос причинения реального ущерба, пятый вопрос. Да, красота, все. Как всегда, все оказалось сложнее, чем мы думали. Или проще. Как посмотреть. Спасибо большое. Хорошо, да. Коллеги, до новых встреч. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо.